Устанавливаю ролик. Затягиваю ролики. Наживляю ролик натяжителя. Пока только наживил, не затягиваю. Одеваю ремешок на обводной ролик. И одеваю ремень на натяжной ролик. Все, перепроверяю. Здесь у нас шестерни взведены. Здесь у нас вперед по часовой стрелке взведены. Теперь можно взять вот в этом положении, подтянуть. Берем биту на 10 и ключик на 13. Одеваем в гнездо сюда биту. И взводим натяжной ролик здесь до окошка. Окошко я сейчас покажу. Подтяну ролик и покажу окошко. Сейчас динамо ключом выведу. Вот окошко. И в нем вон метка. Выставляем эту метку через вот этот шестигранник. Вставляем биту. Стрелка указана. Мы ее натягиваем. И подтягиваем. Также 24 ньютона метра. Все. Теперь затягиваем шкив коленвала. Для этого мы снимаем снизу фиксатор маховика. И у кого есть, ставим фиксатор для коленвала. У меня его нет. Попрошу товарища. Будет держать монтажкой, а я буду тянуть. Машину придется поднимать. Поэтому этот момент я не покажу. Пока не поднял машину, нам надо затянуть вот эти три болта на правой и на левой шестерне. Также придерживаем ключом распредвал и затягиваем болты. Болты затягиваются 23 ньютона метра. И так же в эту сторону. И так же в эту сторону. И так же в эту сторону. Уберем шинку. Шинку измазать. Уберем шинку измазания. Болт шинка. шкива затягивается в два этапа первый этап 100 ньютона метров и второй этап 90 градусов доворот я никогда не понимал до сих пор не понимаю для чего нужен динамо ключ если потом нужно доворачивать на глаз но тем не менее сделаю так вот 100 ньютон метров и доворачиваю еще 90 градусов но доворачивать буду я штифты с распредвалов сниму штифты я снял и доворачиваю протянул я шкив коленвала еще снизу вытащил фиксатор вытаскиваем фиксаторы распредвала проворачиваю четыре раза коленвал и проверяю опять вставляю штифты проверяю метки совпадают они у нас и после этого уже можно будет собирать а Вставляю штифты И вставляю этот штифт Поднимаю машину и проверяю коленвал Все, не надо там ничего доворачивать Он сразу встал, как ему надо стоять Вот сейчас все по меткам стоит И штифты распредвала зафиксированы И штифт коленвала зафиксирован Поэтому теперь я снимаю этот штифт Устанавливаю на место стартер И прикручиваю его Все, опустил автомобиль Стартер я снизу закрутил Штифты снимаю Метки у нас стоят Устанавливаю кронштейн Генератора И генератор Генератор, пока я здесь ковырялся Товарищ забрал, увез на переборку Его перебрали и хорошо сделали Как я предполагал Обгонная муфта Действительно заклинила И мало того, еще и щетки были уже практически На износе Заменили щетки И заменили муфту Почистили генератор Генератор сейчас как новый Устанавливаю кронштейн Я крышку сначала поставлю Кронштейн потом буду устанавливать Кронштейн Ну все, крышку установил Протягиваю ее Кронштейн 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 Четки Кронштейн Кяний К реал К 까마 Устанавливаю ролик. Устанавливаю кронштейн генератора. Устанавливаю кронштейн генератора. Устанавливаю кронштейн генератора. Затягиваю кронштейн генератора. Затягиваю кронштейн генератора. Затягиваю кронштейн генератора. Перебрали генератор. Поставили обгонную муфту и щетки. Как я уже говорил. Почистили его. Был очень грязный. Теперь будет ходить как новый. Ставлю разъем и перекручиваю плюс. Разъем побрызгаю нано протеком. Вот такой вот нано протек. Обрабатываю им электрические части. Затягиваю кронштейн генератора. Затягиваю кронштейн генератора. И плюс прикручиваю. Добавляем. И колпачок резиновый закрываем гаечку. Закручиваю верхний болт и наживляю два нижних. Все, болты наживил, затягиваю. Генератор закрепил, устанавливаю натяжитель. И устанавливаю шкив на приводной ремень. Генератор закрепил, устанавливаю швы. Генератор закрепил. Наживляю шкив помпы. В наборе с фиксатором есть фиксатор 6,3 мм для затяжки шкива помпы. Затягиваю его, шкив приводного ремня на коленвал я затянул, устанавливаю шкив под вискомуфту. 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 И тоже протягиваю его. Вискомуфту. А дальше подтяну, когда установлю ремень. Протираю патрубок. Внутри я его протер. Также протираю с этой стороны патрубок. И брызну его в посадочное место. С силиконом маленько. Чтоб во внутрь не попадало, по нему стекло. Фиксатор стоит на месте. Теперь беру и защелкиваю его. Патрубок. Так же чищу место, куда одевается патрубок. И одеваю патрубок на место. Ремень ставлю так же, как он был. Надписью не к радиатору, а к двигателю. Раз он уже так стоял, так его и поставлю. Накидываю ремешок. Накидываю ремень. КОНЕЦ Вот как раз фото делал, как ремень стоит, пригодилось. Лишнюю петлю не там сделал, где надо. Она должна быть вот здесь, вот снизу. Вот так вот ремень должен проходить. О, а теперь можно надевать на генератор. Здесь не увидел, что есть квадрат на 3 восьмых. Возьму трещоточку. Вставляю трещотку. А, causes двух потенциалов. Создали тостно. Звучки. Вот так вот мы fare Associate псорождественной генератора. Вот так вот. Тебе есть потенциал. Вот так они же Austр Kansasекс. Да, вот так вот. Он разрезает это место после западника. все ремень установлен теперь только смотрю что везде ровно лежал по ручейкам да все замечательно ремень я установил все болты подтянул ну что здесь все установлено все подтянуто хомуты одеты одеваю почистил ее внутри тоже смажу здесь под силикон чтобы внутрь не попадал чтоб легко отделся и устанавливаю на место все зафиксировалась закручиваю болт и закручиваю хомут теперь устанавливаю нижнюю часть диффузора а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...